Эпиграф Все счастливые семьи похожи друг на друга Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему Лев Николаевич Толстой Никто не застрахован от неудач, но мало кто способен ими вооружаться Она была неопрятная, почти вся грязью заляпана Как видно бездомная, женщина неухоженная Со свисающими прядями седых волос засаленных Из-под красной махеровой шапочки тоже очень замысканной А коли по запаху то тела ее вечность целая Ни мочалки, ни мыла, ни горячей воды, ни снавшая Ибо от нее, облаченной в тряпье старой ветхой Даже на расстоянии, несло затхлостью подвала смердящего Думаю, она, пожившая на своем веку женщина Возраста неопределенного, то ли пятьдесят, а может и все шестьдесят Алкоголем побитый, опустившийся на самое темное дно Не человек уже, а люмпин, ежели проще типичное бездомное Каких часто можно увидеть в больших городах-вестушках Она, бездомная, в этот вечер холодный Опять лежала пьяная на грязных пешках Непонятно чем набитые, которые блотно прижались к будке Трансформаторной, стоявшей, недалеко от дома многоэтажного Где я, кстати, снимал квартиру двухкомнатную Бухой, исходивший из уст ее храп, был едва слышен от напряжения В будке тока гудящего, ее убаюкивая старую спящую Было удивительно, что лежа бочком на самом краю мешков Бомжиха умудрялась не скатиться на грязную землю сырую Подложив левую руку под голову, так ей было удобно Правой рукой опухшей убиралась о горлышко почти пустой бутылки Из-под портвейна дешевого, но которой в земную плоть вонзавшись Я сидел на скамейке подле этой картины живописной Покуривая и наблюдая за дремлющей старой женщиной Временами мой взор отвлекала пустая площадка детская Навевая мысли о нашей жизни бренной Но непрекращающаяся жизнь пленная, пока будут вот такие площадки строиться Будет жизнь идти своим чередом, полный поворотов неожиданности И в этот вечер я вопрошался вопросами А вот интересно, как с самого начала складывалась судьба этой недалеко от меня бомжих лежащей Какая она была, скажем, лет 15-20 назад И сам же себе отвечал на вопросы Возможно, она была замужем, были у нее дети, была счастлива По ходу пьесы возникали проблемы жизни неразрешимые Она не смогла с ними, с большими проблемами, справиться И ничего ей не оставалось, как от безысходности вселенного змея вдариться И вот же теперь она «Мужчина, у вас не найдется сигаретки для дамы!» А раздался низкий, скрипучий, как несмазанное колесо, голос пьяного существа, отвлекшего меня от дум Это был голос бомжихи Четко услышав от чумазы для дамы, я чуть не приснул с оспеху, но удержался Вынув пачку сигарет из бокового кармана куртки «Угощайся!» — крикнул я ей Старуха поделась, шатаясь из стороны в сторону И стала шаг за шагом приближаться Речь чиповеяла затхлым подвалом Наконец бомжиха подошла и стала вытягивать Вместо одной — две сигареты из протянутой мною пачки Но, спросив разрешения «А можно парочку?» Я кивнул «Огоньку?» — вновь последовал вопрос Я дал ей прикурить Она, поблагодарив меня словом «мерси» Развернулась на сто восемьдесят И заковыляла обратно на свою временную лежанку «Мадам!» — обратился я к бомжихе не без урон «Можно вопрос?» Старуха остановилась, не дойдя до бешкова Резко повернулась и как-то по-умному Всклянула на меня Я даже вздрогнул Насторожился Она сигаретой затянулась Да так что Та, вспыхнув ярко, истлела на вершок Резко выдвинула правую руку в мою сторону Пальцами которой указательным и средним Зажимая гильзу сигареты Стала тыкать по воздуху Выдыхая густой дым из гнилого рта И чеканя слово «каждое» на пьяный манер «Тебе можно!» Пораженный тем, что вот такая срушенка чедушная Могла вот так круто затянуться сигаретой Я подумал «Нифига себе! Если б я так сделал, как она Сто пудов! Я б не только сжег систему дыхательную, но и убил бы свой мозг» Она ждала, когда последует вопрос Я запнулся, словив долгую паузу Которой она, кстати, бурно возбудилась «Ну чего ты тянешь?» Поворчала она «Задавай же свой вопрос! Да поскорее, а то мне ждать некогда» Во второй раз за вечер мне пришлось подавить в себе смех и позыв Из пьяного рта услышав Ей, мол, ждать некогда Мыслями собравшись, спросил «Мадам, вы не против, скажем, вина и закуски?» Тут только задумался, глядя в лицо ей «Интересно, согласится ли она принять мое предложение?» «В моей берлоге!» Добавил я «Тьфу ты, как грубо сказано!» «В квартире моей!» Она стояла, задумавшись «В этом доме снимаю квартиру!» Указал на окно «Вон там, на этаже третьем!» Добавил «Отсюда виден краснокирпичный балкон!» Заметил я все же во взгляде ее замешательства Хотя я и сам был в таком состоянии От такого неожиданного своего предложения И быстро добавил «А за это вы расскажете мне о себе, о жизни своей В самом деле, мне интересно, согласны ли вы, мадам?» Бомжиха, заглянув Испытующе в мои ястые очи Все ж кивнула мне В знак согласия «Отсюда виден краснокирпичный балкон» Продолжение следует...